Мы в прямом эфире и после матчевых комментариев Егор Гаганин, капитан молодежки Нижнего. Егор, 0-3, хотя первый тайм, но могли цепляться, могли забивать, что в итоге не получилось? Не реализовали многочисленный первый тайм, не особо получался прессинг. По итогу тайм 0-0 у команды тоже не сильно что-то получалось, кроме контроля мяча. На второй тайм, не знаю, почему так вышли, два быстрых гола. Только после этого начали играть, побежали в атаку, пропустили третий. Хотели забить гол в престижи, но не получилось. Было ли в голове, что 0-5 первый круг и в прошлом сезоне 0-4, или это уже все давно забыто? Было в голове, было, много было разговоров про это, хотелось, так сказать, отомстить, разорвать, но не получилось. Пока это разница в классе команд, или как вот с такими командами играть? Так сложилось всегда, что в свои моменты не реализовали, соперник реализовал. Спасибо, удачи в дальнейшем. Валерий Бурлаченко в прямом эфире после матча с Строгино. Валерий Иванович, держали ли в голове, может, такие результаты в предыдущих играх со Строгино, как вот 0-5 и предыдущий сезон 0-4, либо это совершенно другое и у команды? Ну, у нас другая команда уже, но вместе с тем, конечно, мы помнили о игре в первом круге и, конечно, хотели, чтобы результат был другой и в игре, чтобы мы чуть-чуть покачественнее выглядели. Но, к сожалению, надо признать, что результат закономерный, Строгино были сегодня лучше, они заслуженно победили, но вместе с тем обидно то, что мы не используем те шансы, которые у нас были по ходу всей игры. Когда ты не забиваешь такие явные моменты, ну, очень тяжело, это и силы отнимает, и дает некий импульс соперникам. Соперники сегодня, они забили все моменты, которые создали, плюс использовали наши глупые ошибки и в быстрых атаках забили два мяча. Поэтому, ну, надо этот результат принять и работать, и двигаться дальше. Сейчас пауза в чемпионате в две недели. Пойдет ли на пользу там новички в команде появились, игроки, которые играли раньше в команде, это поможет команде сыграться? Ну, в любом случае это должно быть на пользу. Там тренировочный процесс у молодых футболистов должен быть непрерывным. Мы несколько дней переведем дух, передохнем, и я уверен, с новыми силами, с новыми эмоциями приступим к работе, и чтобы у нас таких результатов, будем стараться, чтобы таких результатов не было, чтобы мы радовали и себя, и тех, кто нас окружает здесь. Спасибо большое вам, удачи, Витальевич. До свидания. Мы продолжаем брать комментарии после матча Нижнего Растрогино и Никита Тагизаде, автор второго забитого мяча. И поздравляем с победой, с забитым мячом. Можно ли сказать, что вот как раз та двух минут, когда ты забивал, когда Никифоров забивал, это было определяющее по всей игре? Ну, у нас весь первый тайм, можно сказать, получился очень удачный в плане контроля мяча. Мы владели полностью инициативой, просто не реализовали свои моменты. Подходы были, а реализации не было. Не доводили до стопроцентного гола, например. А так, в общем, мы всю игру держали под контролем, во втором тайме вышли, собрались и больше концентрацию, ну, настроились на реализацию и забили свои голы. Спасибо большое вам, удачи в дальнейшем. Спасибо, да. И завершаем мы комментарии после матча. Главный тренер молодежки «Строгино» Дмитрий Смирнов. Поздравляем с победой. Можно ли сказать, что вот та двух минут, когда два забитых мяча ваши подопечные реализовали, ну, стала определяющим, поскольку был, ну, более-менее ровный первый тайм, и вот поначалу второго тайма вы забили? Да, конечно, забиваешь, и этот момент решают игры. Ну, я считаю, и в первом тайме, мне казалось, мы были лучше по качеству игры. И в целом спасибо ребятам за такую группу хорошую, и по качеству, ну, и, конечно, по результату. Мне все понравилось. Мне показалось, мы были сильнее. То, что короткая скамейка, ну, по факту, да, не помешала. И темп держать, и... Да, я и сказал, пацанам, спасибо за это говорю, потому что и с искусственного перехода поля, естественно, достаточно трудно и ожидалось. Но то, что вы держали практически все, и, правильно говорите, держали темп до конца, выбегали в атаку, создавали моменты. За это, пацанам, спасибо. Спасибо вам большое за комментарий. Удачи в дальнейшем. Спасибо.